Достигай Израиль и весь мир Для вас особое послание Мы верим, вы будете благословлены Не упустите это особенное послание Да благословит вас Бог и шалом Яредим Что значит возлюбленные на еврите Меня зовут Равин Шнайдер Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса» Отец, мы поклоняемся тебе и просим, чтобы ты пришел и укрепил нас Словом Твоим и силой Духа Своего во имя Иисуса Аминь Многие спрашивают, что означает этот жест Он означает «Слово Божие живое и действенное» Оно острее обоюдоострого меча Сегодня мы продолжим серию под названием «Библейские благословения Нового Завета» Мне нравится название серии Если вы три раза подряд скажете словосочетание «библейские благословения» Это будет как скороговорка Библейские благословения представляют собой слова, которые Бог произнес в жизнь Его возлюбленных детей Я хочу вдохновить вас этим словом, чтобы вы поняли, как Бог действует в вашей жизни Как различными путями каждый день вашей жизни Он благословляет вас Как Он благословляет свой народ Это третий выпуск в рамках этой серии Я вдохновляю вас найти предыдущие программы этой серии на нашем сайте Также вы можете посмотреть их на Ютубе Мы сразу перейдем к очередному благословению из Библии Откроем 13 главу послания к евреям, 20 и 21 стихи Слово Божие гласит Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодны Ему через Иисуса Христа Ему слава во веки веков, аминь Прежде чем непосредственно перейти к теме, я хотел бы дать определение благословения Это слова благословения, которые Бог произносит на свой народ Они часто звучат в конце новозаветных посланий, но не всегда Иногда такие библейские благословения применяются священниками в конце служений в традиционных консервативных церквях Опять-таки благословения — это слова, произнесенные Господом в адрес своего народа Также оно может находиться посреди книги в Библии В данном случае мы смотрим окончание послания евреям, и там звучат слова благословения от Господа Поскольку я уже говорил о том, что Бог есть Бог мира, то в этом благословении я хотел бы обратить ваше внимание на другие вещи А именно, я хочу, чтобы вы посмотрели 21 стих Павел, или автор послания к евреям, провозглашает на народ Божий, что Бог мира усовершит Или оснастит вас к исполнению его воли Я прочитаю это место еще раз Обратите внимание на слово «усовершит» Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа Да усовершит или оснастит вас во всяком добрым деле К исполнению воли его Производя вас благоугодны ему Итак, я хочу сконцентрировать ваше внимание на оснащении Которое приходит в нашу жизнь посредством Духа Святого Через нашего Господа Иисуса Христа Чтобы нам стать участниками Вечного Завета Тут сказано, что это оснащение приходит к вам в жизнь благодаря крови Иисуса Пролитой за вас, которая ввела вас в Завет Вечный Как вы понимаете, кровь Иисуса — это печать Божьего Завета с Его народом В книгах Иеремии и Иезекииля говорилось о том, что Бог заключит с нами Новый Завет Что Он возьмет наши каменные сердца Сердца, нечувствительные к Нему И даст нам сердца плотяные Порой это приводит в замешательство Ведь слово «плот», от которого происходит слово «плотяной» Часто в Писании относится к низкой животной природе Но в этом пророческом отрывке в еврейской Библии Бог, говоря, что возьмет наше каменное сердце и даст нам плотяное Не имеет в виду плотяное сердце как животную природу, которую нужно преодолевать Имеется в виду сердце восприимчивое к Богу Каменное сердце ничего не чувствует, а плот чувствительно Ущипните свою плоть, и вы почувствуете То есть Бог говорит «Я возьму твое жесткое каменное сердце и дам тебе сердце плотяное, которое будет восприимчиво ко мне» Кровь Завета — это кровь окропления И мы читаем о том, что кровь Иисуса омыла нас и сделала нас белее снега Я кладу в основу тот факт, что оснащение, которое Бог производит в нашей жизни духом своим Происходит только потому, что Иисус пролил свою кровь и запечатал ею Вечный Завет Божий Божий Вечный Завет — это завет искупления, которым Он выкупил Себе Свой народ Искупил человечество после грехопадения в Эдемском саду И сейчас, когда Иисус Своей кровью искупил нас и вернул к Богу Он пригласил нас в Свой Вечный Завет Вы помните, что во время Тайной вечери Иисус сказал «Сия есть кровь Моя Нового Завета» И сейчас мы, и евреи, и язычники, привиты к Вечному Новому Завету Через кровь великого пастыря Овец Иешуа Благодаря пребыванию в этом Завете любви мы с вами стали едины с Господом Мы объединились с Ним воедино через Его Сына И в результате этого союза Бог оснащает нас на всякое доброе дело Для меня это звучит ободряюще, потому что на мне много ответственности Я должен продолжать кормить Божий народ и вести Овец Должен продолжать эффективно проповедовать Слово Божие Я нахожу уверенность в оснащении от Него Возможно, у вас не такое призвание, как у меня Может, ваше призвание просто быть матерью, бабушкой, просто быть отцом При этом слово «просто» не означает, что ваше призвание меньше, чем мое Просто вы находитесь не на передовой в телевизионном служении Но разве может быть более великое призвание, чем быть хорошим отцом, хорошей матерью, женой или бабушкой, или верным служителем Господа? Наше служение отображается в нашем отношении с людьми Бог окружает нас теми людьми, для которых мы должны стать благословением Это может быть ваш муж, ваша жена, ваш брат, люди вашей группы по изучению Библии Кто бы это ни был, Бог оснастит вас всем необходимым, чтобы вы продолжали быть источником света и сосудом, через который Бог меняет тех, кто вас окружает Если только мы зависим от Господа, мы будем истощены, если мы не будем зависеть от Бога И зачастую мы чувствуем это истощение Если перед нами Бог поставил какую-то задачу, мы чувствуем, что сами Мы не способны, мы истощены Это может быть задача наладить с кем-то отношения Вы хотите наладить эти отношения силой Божией и любовью Иисуса Христа Вы хотите быть благословением, явить Божий свет и высвободить силу Высвободить мудрость и лидерство Вы хотите высвободить правильное направление Но сами по себе, в своей плоти вы чувствуете, что совершенно на это не способны Вам не по зубам такая задача Может, вы чувствуете усталость и эмоциональное истощение Может, вы пережили большую трудность Но вам все равно предстоит выполнить задание Бога Как же замечательно знать, возлюбленные, что все это не зависит только от нас с вами Но что сам Бог оснащает нас для этого И тот, кто начал в нас доброе дело, завершит его Какое же это благословение, что при всей нашей ответственности пред Богом Мы не должны целиком и полностью полагаться только на свои собственные силы На наши внутренние чувства и эмоции Но сам Бог даст нам все, что необходимо для исполнения Его поручения Бог говорит нам Я есть великий пастырь, овец Я оснащу вас для всего, что я поручил вам совершить Я положил душу свою за вас, и вы сделаете любое дело вместе со Мною Бог такой великий Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Керта У Бога есть план для нашей жизни, и нам радостно читать ваши свидетельства Послушайте это удивительное послание На следующий день, после того, как мой брат ушел к Господу, мы убирали его скромный дом У него было так много книг и Библий, но я нашла одну, которую захотела прочитать Это была ваша книга о том, как убрать страх из жизни Я отметила все места Писания, на которые вы ссылались, и не могла выпустить ее из рук Я была теплой христианкой Я начала смотреть вашу программу при любой возможности Стефани из Арканзаса Как вы видите, Бог использует это служение, чтобы менять жизни людей Спасибо вам большое, что вы смотрите нас Будьте обильно благословенны И всегда следуйте за Господа На основании вашего исповедания вера и в согласии с заповедью Божией Я крещу вас во имя Отца, во имя Сына и также во имя Святого Духа Вы погребены в смерть Его и воскресли в подобии Его воскресения Во имя Иисуса Аминь Я услышал проповедь о признаках второго пришествия Иисуса Христа И это побудило меня принять Иисуса Иисус просит нас, чтобы мы полностью посвятили Ему нашу жизнь Ведь Он скоро грядет И поэтому, когда прозвучал призыв Кто знает, может это ваш последний шанс Если вы хотите принять Иисуса, бегите сюда Я побежал Возможно, это ваш последний шанс Последний Я почувствовал, что с моих плеч упало тяжелое бремя Я чувствую легкость и свободу Мне так хорошо Я чувствую, что Бог очистил меня от всякой скверны Иисус мой Спаситель Один человек из моей команды уже отправился в миссионерскую поездку в Африку Чтобы приготовить все для того, чтобы мы могли приехать и послужить там Он столкнулся с немалыми препятствиями в своей миссии У него порой опускаются руки В настоящий момент он немного паник и чувствует себя истощенным Но для него, как и для меня, большое ободрение в том, что мы знаем, что несмотря на то, что порой мы истощены И кажется, у нас нет больше сил Но мы точно знаем, что Бог оснащает нас всем необходимым И у нас все обязательно получится Бога достаточно для решения наших проблем Бог же мира да осветит вас во всей целости В 21 стихе 13 главы евреям сказано Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его Производя в вас благоугодное ему То есть мы ищем того, чтобы Отец производил в нас то, что благоугодно ему Это снимает с меня всю тяжесть ответственности Все лежит не только на моих плечах, но и также на ваших плечах Но Бог, давший нам это поручение, действует в нас Оснащает нас, производя в нас все то, что благоугодно ему Я вас уверяю, если вы в это поверите, у вас целая гора спадет с плеч Если мы думаем, что все зависит только от нас Что мы должны быть всегда готовы справиться с поставленной задачей И быть всегда на эмоциональной высоте Если мы думаем, что мы обязаны всегда быть в прекрасном настроении И что абсолютно все зависит только от нас То эта тяжесть нас просто раздавит Но если мы осознаем, что все не только от нас зависит Но по мере того, как мы зависим от Бога Он производит в нас то, что ему благоугодно Я прочитаю еще раз это местописание «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого Кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа Да усовершит вас во всяком добром деле К исполнению воли Его Производя вас благоугодное Ему Я хочу сконцентрировать ваше внимание на высказывании из этого отрывка Он оснащает нас для того, чтобы мы исполнили Его волю Вы сталкивались когда-нибудь с трудностью в отношениях с кем-то, осознавая, что вы в любом случае должны любить этого человека? Может быть, мы просто были эмоционально истощены И в таком состоянии мы склонны впадать в плотское состояние И мы легко раздражаемся Какое же благословение осознавать, что в ситуации, когда ты должен быть для кого-то благословением И тебе кажется, что ты не потянешь, не сможешь Но Слово Божие говорит, что Бог оснащает нас, чтобы мы смогли совершить Его волю Мы каждое утро можем пробуждаться и доверять Богу, что сегодня Он будет действовать в нас И производить все необходимое для исполнения Его воли Какая же радость осознавать, что вне зависимости от того, что мы чувствуем, мы можем доверять Слову Божьему Что сам Бог будет производить в нас должное действие, дабы нам быть угодными Ему и исполнить Его волю Если вы зависите от Бога, вас ожидает успех Если вы зависите от Бога, вы принесете много плода Путь того, как мы можем приносить плод, лежит через смирение А смирение и есть зависимость от Бога Если мы зависим от Бога и доверяем Ему, что Он будет оснащать нас И производить в нас то, что нужно, чтобы мы исполнили Его волю Все, что угодно Ему, то получим все необходимое, чтобы ходить в силе, любить Его и исполнять Его волю Когда мы зависим от Бога, корни нашей души прорастают глубоко в Дух Божий Блаженны кроткие Блаженны те, кто зависит от Господа Благословен тот, кто смирен сердцем Ярким примером смирения является Павел Вы помните, он писал, что страдал от жало воплоти Это был ангел сатаны Посланный мучить Павла Приводить его в измождение Павел говорит, что ангел сатаны был послан удручать его Говоря посланник сатаны, он не говорит нам конкретно, что это было Может, кто-то его преследовал Или в его теле была немощь, мы не знаем Но вне зависимости от того, что это было Преследователи или болезнь Мы знаем, что он был послан из тьмы, чтобы удручать его И это пришло от сатаны Павел говорит, что он трижды молился о том, чтобы Бог избавил его от этого жала воплоти Чтобы его жизнь стала легче И чтобы он не был мучим от этого Но в итоге Павел говорит, что после того, как он попросил Бога об этом в третий раз Он услышал ответ от самого Бога Бог сказал Павел, я не стану убирать это жало из твоей плоти Потому что сила моя совершается, проявляется еще больше в твоей немощи То есть существует проблема, приносящая Павлу страдания Она приносит неудобства Это какая-то трудность И она приносит боль Павел просит избавить его от нее Но Бог говорит, нет, Павел Моя благодать достаточна Для того, чтобы ты со всем справился Это жало воплоти побуждает тебя зависеть от меня И в то время, как ты зависишь от меня Ты обретаешь всю необходимую силу Это работает и в нашей жизни Когда мы зависим от Бога, мы ходим в силе Поэтому сразу после этого Павел говорит Посему я благодушествую в немощах Ибо когда я немощен, тогда я силен Я силен в нем Мы говорим о том, что Бог оснащает нас всем необходимым Он производит в нас все нужное Чтобы нам исполнить Его волю Быть Ему угодными Оснащение происходит по мере того, как мы зависим от Него Бог не избавил Павла от трудностей Чтобы он продолжал быть полностью зависимым от Бога Это может происходить и в нашей жизни Возможно, сейчас вы проходите трудности Возможно, через эти трудности Бог смиряет вас Чтобы вы научились больше зависеть от Него Потому что таким образом вы сможете принести больше плода И ходить с путями, угодными Ему А если ваше сердце не сокрушено, вы не сможете зависеть от Бога Одно из моих любимых мест Писания находится в первой главе второго послания Коринфянам А вот что говорит там Павел Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы Так что не надеялись остаться в живых Но все это произошло с нами для того, чтобы мы надеялись не на самих себя Но на Бога, воскрешающего мертвых Послушайте, Бог обрезывает нас Допускает трудные периоды в нашей жизни Чтобы мы стали более зависимыми от Него Когда мы зависимы от Него Он может еще больше действовать в нашей жизни Дабы мы ходили в духе Исполняли Его волю И ходили в праведности Угождая Богу По моему опыту не так уж и легко следовать за Господом Это тяжелый путь Иисус сказал «Тесны врата и узок пути, ведущие в жизнь» Он сказал «Старайтесь войти узким путем» В школе я занимался борьбой Как вы знаете, борьба — это интенсивный вид спорта Он отнимает много энергии Так вот, следовать за Господом тяжелее, чем заниматься борьбой Потому что матч по борьбе длится шесть минут А следовать за Господом требует от нас каждый день прилагать усилия Поэтому Павел сказал в послании к Ефесянам Что мы сражаемся не против крови и плоти Я хочу вдохновить вас сегодня Продолжать быть верными Богу и зависеть от Него во всем И будьте уверены, что в это время Бог могущественным образом будет действовать в вас Чтобы произвести в вас то, что даст вам способность во всех ваших путях Угождать Богу и исполнить Его волю на этой земле Да благословит вас Бог Я хочу произнести над вами Божие благословение Отец, благодарю тебя за твоих драгоценных детей Которые смотрят эту программу Я прошу тебя, чтобы ты даровал им мир и покой По мере того, как они возрастают в способности доверять тебе И верить, что с тобой они сделают то, чего сами не могут Спасибо, Отец Спасибо, Царь Иисус Мы любим тебя, Авва Я на Масличной горе Завершим передачу благословения Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его И тогда Он запечатлеет Своё имя на них и благословит их Я ва-ре-хе-я-ве-вай-иш-мар-е-cha Я эр-я-ве-пана-бе-ле-cha Ви-ху-не-cha Я эр-я-ве-пана-бе-ле-cha Ви-ас-эм-ле-cha Шалом Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле То, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного Позвольте нам молиться о вас Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы Или пишите на наш почтовый адрес Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности Когда вы получите ответ от Бога Или если Бог коснулся вас через наше служение Вышлите нам свое свидетельство Мы хотим радоваться вместе с вами Ваше свидетельство вдохновит других Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего Сегодняшний выпуск завершает серию Библейские благословения Нового Завета Чтобы приобрести копию этой серии Зайдите на наш сайт Или позвоните нам по телефону Вы получаете назидание вере и обновление через проповеди Равина Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера Мы приглашаем вас стать нашим партнером Достигая Израиля и весь мир Заходите на наш сайт Или позвоните нам по телефону на экране Чтобы стать партнером в служении Равина Снарядить тело Христа Созидать церковь и благовествовать этому миру Благодаря вашей поддержке Служение узнавая еврейского Иисуса Сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия Вместе мы производим перемены И готовим путь для возвращения Царя Иисуса Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное В это особое время в году Одно из того, что указывает на то Как сильно Бог делает ударение на этом времени в году Это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы И кульминацией этих осенних святых дней Было то, что весь народ приходил в Иерусалим Чтобы принести Богу Отцу особую жертву Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву Посеив служение, узнавая еврейского Иисуса Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять Правда в том, что мы достигаем людей во всем мире Но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать Если Бог благословляет вас через это служение Если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать Я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу Через служение, узнавая еврейского Иисуса Все, что вы делаете, вернется к вам Мерую добрую, утрясенную и нагнетенную Я люблю вас и да благословит вас Бог Если вы хотите стать нашим партнером То отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 Или отправьте СМС Или же вы можете сделать это на нашем сайте В знак благодарности мы ушлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера И наш информационный бюллетень Ваше даяние принесет Божие спасения В Израиль и весь мир Через интернет, телевидение и Крусейды Свои СМС-сообщения Вы можете присылать нам на номер 453-7 На земле Многие из нас верны Господу финансам Если вы желаете почтить Господа своими финансами Отправившись на небеса Зайдите в раздел «Завещание» Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» Теперь доступна на русском языке на Ютубе Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса» Субтитры создавал DimaTorzok